Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Беляев каждый раз трепетом ждет 9 мая. Он попал на фронт, когда был еще 17-летним мальчишкой. Воевал танкист на Воронежском и Украинском фронтах, а также в Прибалтике, где в 1943 году получил ранение. 25 человек с 5 машинами, танковыми, должны были сдерживать наступление немецких сил, которые отступали с тем, чтобы соединиться с основными силами. Мы предприняли обстрел. Несколько выстрелов или очереди было сделано, и сразу вся станция ожила, застрелили, автоматчики открыли огонь, минометчики, артиллерия. И все запело, закрохотало и так далее. Вот тут я был ранен. Тем не менее, ту битву удалось выиграть. После окончания войны Евгений Беляев вернулся в родную Вологду, а затем перебрался в Чебоксары. Здесь в 1967 году, с первых дней открытия Чувашского госуниверситета, он стал доцентом кафедры всеобщей истории. Более 40 лет жизни посвятил преподаванию. Сейчас Евгений Григорьевич окружен заботой своих детей, жены и внуков. К ветерану часто приходят и работники соцслужбы. Это наш долг перед людьми такого возраста, потому что благодаря им мы находимся, значит, живем в мирное время. Их осталось, к сожалению, очень немного. Наш долг непосредственный – окружать вниманием и заботой ветеранов. Да, низкий им поклон. Евгений Беляев уверен, для того, чтобы не повторять прежних ошибок и не допускать войны, необходимо прививать юношам и девушкам правильные представления о жизни, обучать их истории и умению доброжелательно общаться с другими народами. Ведь язык дружбы – самый лучший для развития международных отношений. Ольга Семенова, Игорь Зверев, Республика.